Я посмотрел на эту программу, а я ее увидел только здесь, хотя мне Рома по телефону говорил, я увидел ее только здесь, что я немножко ужаснулся объему того, сколько времени нужно будет говорить. И это все уже пролетело. И я знаю, оно быстро пролетело, и мы не так много с вами общались, может быть, лично я имею в виду, хотя мы много общались. Но все равно мы разъезжаемся, у нас совершенно другие отношения. Мы становимся друзьями, не налаживая душевных контактов, а становимся ими в духе. Слава Богу! Мы действительно это время будем вспоминать. Оно действительно дорого. И мы все за это Господу благодарны. Я уже прошу прощения, я не хочу говорить поперек, но я скажу, мне всегда очень чудно, когда говорят вещи подобные, что чудо, что Рихард приехал сюда. Вы знаете, оно мне очень неудобно и очень неловко. Чудо – это наша жизнь. Мы были молодыми людьми, только недавно членами церкви. И один приближенный брат говорит, Ричард, пойдем посвидетельствуем. Там я тебе работников кино собрал. Ты грамотный человек, это твоя команда. Но насчет моей команды я не знаю, а посвидетельствовать – это хорошо. Это были довольно известные, как я сегодня понимаю, работники тогдашнего советского документального кино. Это не были артисты кино. Мы зашли в эту квартиру. Она была очень дорого обставлена. Я до Германии таких квартир не видел в России, нигде. Кожаная мебель. Они сидят умные и против меня настроенные. Они начали мне задавать вопросы. Это смахивало на перекрестный допрос. Я в короткий срок понял, я не понимаю их всех вопросов. Это очень умные люди, начитавшиеся философов. Может быть, частично православные, но против Бога настроенные точно. Я понял, что я не понимаю их вопросов. У меня уходит почва из-под ног. Я обоими руками вцепился в кожаное кресло, которое передо мной стояло. Это кресло, я стоял за ним. И внутренне завопил. Господи, я уже буду говорить так, как я тогда говорил в молитве. Это не совсем евангельский язык. Господи, сейчас меня ожидает крупная фиаско. И это не так страшно. Но я знаю, что за этим последует бесчесть от твоего имени. Я это не могу. Сделай что-нибудь. Вы знаете, на меня как будто что-то опустилось. Я начал говорить об Аде. Я никогда до этого не проповедовал об Аде. Никогда после не проповедовал. То, что я тогда говорил, я впоследствии встретил в очень известной проповеди Джонатана Эдвардса, которую он произнес в 1742 году. Может, кто-нибудь из вас видел, читал такую его проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Она была очень похожа где-то по духу. Они притихли и слушали, как мышки. И я тоже. Я говорил и думал, внутренне Ричард, не забудь, это очень важно. Слушай внимательно. Тебе нужно ни в коем случае этого не забыть. Потом они начали мне задавать вопросы, на которые сегодня я знал бы, как отвечать. А тогда не знал. Это касалось мусульманства, еще чего-то. Разных религий. Они молчали. Я снова отвечал и снова думал, слушай, это тебе еще пригодится. Внимательно не забыть. Это нельзя забыть. Это произвело на них впечатление. И потом один из них сказал, я хочу с вами еще раз встретиться. Я не знаю, было это правильно или неправильно. Мы согласились, но этого присутствия уже не было. Он под конец сказал, ну да, я остался при своих убеждениях, но вы хорошие люди. Это было как пощечина. Это было как пощечина. Потому что не в этом была цель. Я хочу сказать, я, конечно, понимаю, я нисколько не критикую Петра, я очень благодарен вам за вашу любовь. Но это все как на каком-то совершенно другом уровне. Я просил молиться не потому, что я такая персона, что меня надо вызывать, а просто потому, что иногда меня спросят, что ты хочешь куда-то поехать? Я не знаю, куда я хочу поехать. У меня есть вещи, когда эти годичные календари перечеркиваются неожиданно, есть вещи, где я обещал людям, и восемь лет попасть не могу. И я не знаю, почему. Я знаю только одно, что наша жизнь – это чудо. Я знаю, что Бог очень долго, кропотливо, с удивительным терпением к моей консервативной душе учил меня много лет. А теперь что-то из этого вынимает. Это его право. Это его право. Я знаю, что если он отступит, я двух слов не свяжу. Я знаю, что он когда-то нас учил через кого-то. И, может быть, когда-то будет очень могущественно учить через кого-то из вас. И, может быть, совершенно не обязательно на конференциях. Один из прекраснейших уроков, который я получил в Московской церкви, где, в общем-то, я и сформировался как духовная личность, это было постоянное наставление. Вы знаете, было постоянно звучавшее наставление. люди ищут благословенных проповедников, люди ценят благословенных служителей, а Бог измеряет благословением по-другому. Настоящее благословение не то, чтобы тебя видели как благословенного человека, а чтобы за тобой незаметно оставались благословенные люди. Вот это самое серьезное. Я очень благодарен вам за вашу любовь, за вашу признательность, но все-таки я должен сказать, это не совсем так, как это говорится. И, Пётр, я тебя не критикую. Я просто не способен такие вещи принимать. И я знаю, что вот эти слова, которые вчера мне говорились об очереди в каком-то узком канале, я их не первый раз слышу. Я скажу, мне страшно. Я не знаю, что это впереди. Я надеюсь на Господа. Но мне так же тяжело идти вперед, как и вам. Наша молодежь в Москве иногда говорила, тебе хорошо, у тебя нет искушений, ты епископ. Мне было почти смешно. Только смеяться неприлично в таких ситуациях. Это просто себе трудно представить, какие у нас епископов искушения. Правда? Это трудно себе представить. Может быть, просто мы не всегда сразу падаем в панику, поскольку чему-то нас Бог научил. Но иногда бывает это почти невыносимо. Ведь были моменты, когда Иисус начал тосковать. Поэтому я не могу это принять. Но действительно это чудо, что мы с вами сегодня встретились. Тут мне кто-то написал такой вопрос, учитель, если вы что-то от русских братьев, я даже не отвечал на него. Потому что это тоже ничего не понимает человек, который это написал. Я опять не хочу его унижать. Это не только вопрос, то, чему можно учиться у русских братьев. Это постоянно какое-то не всегда умственное, очень часто созерцательное, наблюдательное, как Олег, как ты сказал, внутреннее переживание, действие помазания, которое может быть связано просто с очень маленьким контактом с человеком, который даже совершенно не понимает, что он что-то принес. Я скажу вам, конечно, для меня каждое посещение России это не только возможность труда, это радость общения, любви, и это определенное своего рода, я не могу сказать какого, я не могу это описать, просто благословение, уроки и жизнь, которая, конечно, не только в России, но везде, куда нас ставит. И вот это действительно чудо. Когда-то на земле было самое великое чудо из всего того, что могло быть, на земле ходил Сын Божий. Вот он шел по этим пыльным дорогам Юдеи, Галилеи, Самарии, за ним шли ученики, что они видели? Они видели, как, я так скажу, играл хитон на его плечах, складки, но то, что они видели, с этим не сравнится ни одно откровение. Они видели Бога, пришедшего в плоть, который в своем уничижении был, есть и всегда останется сияние славы и выражение Божьего естества в уничижении плоти. Я хочу сказать, в этом смысле вся наша жизнь это чудо. Я благодарен, что я среди вас, я благодарен, что я могу вам в чем-то послушать, я благодарен тот, что вам это приносит, это меньше от меня, зависит больше от Бога. И я еще кое-чему рад. Я знаю, что вы будете за меня больше молиться. Пусть Бог нас в этом благословит всех. Бог дал нам, чтобы вместе жить и вместе умирать. А теперь мы перейдем к молитве. Это, наверное, самая прекрасная тема и самая сложная. Она по достоинству поставлена в конце, но она самая сложная. потому что молитва это не разговор о молитве, а это жизнь. Молитва это жизнь. О ней говорить очень тяжело. Можно, знаете, взять лягушку, разрезать на дольки, положить под микроскоп и написать вот такой толстый том. Но только одно пропадает, она прыгать перестает. После того, как ее так разделав на дольки, положили под микроскоп. в этом и трудность. В этом и трудность разговора о молитве. Молитва это все-таки действие, происходящее под помазанием. В этом смысле его трудно оценить, описать. Молитва это истинное богословие. Богослов не тот, кто философствует о Боге, а тот, кто живет Богом. В этом смысле молитва это богословие. Молитва это средоточие, центральный нерв и сердце истинного поклонения, которое выражается не в каких-то отрывках богослужения, как говорят харизматы, называя их хвалой, поклонением, что не является ни хвалой, ни поклонением вообще. А это жизнь, преклоненная пред Богом. Жизнь на коленях. Не всегда на коленях. Я, сидя за рулем, не могу встать на колени и глаза закрыть не могу на скорости 140 км в час, да и на 50 не стану это делать. Но это коленопреклоненное состояние, это дыхание души, это утешение в скорбях, это радость о Господе, это возможность пребывать пред Ним. А то, без чего невозможно учащее помазание и реальное пребывание в Слове Божьем. Молитва это жизнь в присутствии Бога. И поэтому об этом говорить очень трудно. И человеческие слова, они слишком слабые, чтобы выразить все то, что происходит между Богом и человеком в молитве. Но я все-таки какие-то вещи, связанные с молитвой, попробую обозначить. это, может быть, не будет тоже такое систематическое изложение этой темы, а скорее мысли вслух и вещи, которые мне представляются очень важными, когда речь идет о молитве. Я для начала прочту место, я для начала прочту место, которое, кажется, никакого отношения к молитве не имеет. но, на мой взгляд, это место является фундаментальным для всего нашего отношения к молитве. Мы откроем четвертую главу Даниила, которая повествует о Навуходоносоре, который очень возвеличился, и потом Бог, чтобы смирить его, послал ему определенное время, не будем сейчас это выяснять, какое, это не так важно, очень великого уничижения, когда он ел траву, как вол, когда над ним проходили эти времена, пока он не вошел в себя, не прославил Бога Всевышнего. Помните это, да? Вот я буду читать последние стихи из этого, из этой главы, из 31 по 34, четыре стиха. «Пока отчаяни ежедней тех Я Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил признасущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться Рукеевой и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я на вуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные, пути праведные, которые силен смирить ходящих гордо. Я не знаю, что вы подумали сейчас, когда я это прочитал, но я хочу сказать, это одно из центральных и удивительных мест, которое говорит о так называемом суверенитете Бога. То есть о независимости Бога, независимости и праведности Бога во всех своих делах. Бог действительно делает все, что Он хочет. Он делает только то, что Он хочет. Он делает всегда, что Он хочет. Он никогда не делает то, чего Он не хочет. И переубедить Его невозможно. Понятно, да? Тогда зачем мы молимся? Тогда зачем мы молимся и зачем ты вообще это прочитал? А вот здесь как раз кроется то, о чем я хочу сказать. Для меня это центральная такая вещь, определяющая мое понимание о молитве. Дело в том, что молитва – это не то, что я выдумал или мы с тобой выдумали. А молитва, она рождается в нашем сердце от Бога. Центр молитвы, источники молитвы начинаются на самом деле с того, что этот великий, праведный, суверенный Бог берет нас как своих детей и ставит нас в какое-то место. там, где ты стоишь. Я говорю ты, потому что каждый стоит на своем месте. Для того, чтобы мы на этом месте были Божьим разумом, Божьей любовью, Божьим присутствием и Божьим представителями. Он нас туда поставил. Твое место не случайно, мое место не случайно. И находясь там, будучи Его разумом, Его присутствием, Его властью, это не всегда власть кулака, силы, это власть Его царства, это не власть силы, это власть правды, присутствия правды. И находясь на том месте, это рождает в сердце молитву, потому что мы, находясь на своем месте, без Него делать не можем ничего. И вот эта вера в Бога, осознание пережитой нами милости и благодати Его, понимание ответственности пред Богом в нашей жизни и наша полная беспомощность в сочетании с верой, они и рождают настоящую молитву. Обращаться к Богу. В этом смысле источником молитвы является не наша попытка переубедить Бога, переуговорить Его, как иногда дети пытаются нас переубеждать или некоторые жены мужей становятся переубеждать. Я сейчас никого критиковать не собираюсь. Вот. Но это совершенно другое. Бог тебя туда поставил. Бог хочет, чтобы мы с тобой были на том месте представителями. И Бог тебя слышит. Бог ко мне подходили некоторые сестры, говорили, помолились о моих детей, неверующих. Я говорю, почему? Ты епископ, тебя Бог больше услышит. Я почти всегда говорил, ты знаешь, мне не хочется за них молиться. Почему? Потому что твоя позиция неправильная. Бог тебя там поставил. И никого лучше, чем тебя на том месте не услышит. Но я помолюсь за тебя, потому что я вижу, ты устала. А вот на это он меня поставил. Конечно, я за ее детей тоже помолюсь. Мне достичь надо было сердца. Это очень важно для нас. Мы должны понимать, что Бог слышит наши молитвы не только тогда, когда они на большом подъеме, но и когда они очень тихие. Знаете, это не значит, что мы должны сократить свои молитвы. Но братья-узники мне говорили не раз. Мы сидели в узух, у нас было мало времени молиться и читать слово, а Бог был с нами. Потому что раб, он свободен в Господе, а свободный он раб в Господе. Человек, который свободный, Бог от него и ждет молитвы. Человек, который связан полностью. Иногда такие проблемы возникают с матерями, с женами. Она говорит, я раньше была девушкой, я столько молилась, теперь у меня пятеро детей, я не могу молиться. Я всегда говорю, ты выбери себе в два часа десять минут и помолись. Ты увидишь реальность этой молитвы. Бог же видит, что ты не можешь сейчас детей всех запрятать в шкаф и молиться три часа. Но ты посади их на десять минут и ты молись. И из этой верности в малом родится очень многое. Я хочу сказать, то, что я сказал, подтверждает очень простая вещь, которую вы все знаете. Когда открылась вас способность молиться? Когда вы покаялись, правда? Именно тогда, когда мы повернулись, чтобы отдать себя Богу, у нас открылась молитва. Потому что мы дали Богу поставить нас туда, куда Он хочет. И так, как Он хочет. Слава Богу! Это не значит, что у нас все получается. Я уже сказал, наша беспомощность в сочетании с верой в Него. Оно рождает молитву. И вы прекрасно знаете, прекрасно знаете, что можно молиться красивыми словами, благословенно, хорошо, но когда становится трудно, ты молишься очень просто, очень простым языком, очень короткими словами, но, наверное, не было случая, чтобы Бог не ответил на эту молитву. У нас был такой случай, он, собственно, был в России. Этот брат жил на Северном Кавказе, сейчас я забыл, где-то, в Калмыкии. И они ехали на машине, на микроавтобусе, скользко было, и машину разворачивает, и она идет боком под гору, и навстречу на него идет самосвал. Это все, это все, это конец, и тот тормозит, и этот, он сидит, рядом с ним сидит неверующая, по-моему, его тетя, он говорит, я только себе представил, как он сейчас внутренне представил, как сейчас нас врежется, как будут хрустеть наши кости, и я только произнес одни слова, Господи, мне невозможно, тебе возможно, я не могу, ты можешь, машина развернулась, он ничего не делал, она просвистела мимо этого самосвала, стекло, зеркало заднего вида разлетелось в щепки, и машина встала. Тот вылез и сказал, парень, ты в рубашке родился, а это рядом тетя сказала, рядом, она неверующая, ничего не понимаю, он не пытался управлять машин, ты не пытался управлять машин, она видела, что ничего не делает, но когда ты эти слова сказал, она сама повернулась, разве так немало не бывало в нашей жизни самая, это не пыталась не пытаться, но это не пытается, но это не пытается, рождает молитву, когда мы обратились к нему, вот эта беспомощность, приходящий к Богу должен верить, что он есть и ищущим его воздает, вот эта вера в Бога, признание его суверенитета, не попытка добиться своего, она определяет весь ход молитвы, если вот сейчас начнете вспоминать, вспоминать все, о чем же не попросите, получите, значит, что просим по воле его получим, оно все вот в эту вот эту вот мысль, вот в это понимание Бога как источника основателя, родоначальника, пробудителя нашей молитвы, оно именно отсюда все вытекает, и в этом смысле, в этом смысле наша молитва связана с нашей жизнью. Если мы откроем такие слова, откроем Евангелие от Матфея на Горную проповедь, мы можем там прочесть, что когда приходишь к жертвеннику и вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, ты оставь свою жертву, иди примирись с ним. Я хочу сказать, молитва, она связана со всей нашей жизнью, она с одной стороны вдохновляет нашу жизнь, определяет нашу жизнь. Когда-то Лютера, Мартилина Лютера спросили, доктор, что вы сегодня собираетесь сделать? Он схватился за голову и сказал, ой, у меня сегодня так много дел, я даже не знаю, как я с этим справлюсь, поэтому я первые три часа сегодняшнего дня проведу в молитве. У нас бывает иногда наоборот, правда? У меня столько дел, я не успел помолиться. Она вдохновляет нашу жизнь. Я сейчас не о часах говорю, понимаете? Речь не о часах идет, речь идет не о времени, которым надо измерить, речь идет о качестве. Мы иногда формально к этому подходим, есть такая, я не знаю, правда это была или неправда, но это как легенда, что один монах решил посчитать, сколько он молится. И он сказал, я буду считать так, я помолился, беру грецкий орех и в мешочек кладу. Потом опять помолиться, я опять. И он набрал целый мешок. Но мешок набрался большой, он решил их съесть. Первый орех пустой. Второй орех пустой. Он понял что-то, когда он вдруг увидел, что нету ни одного полного ореха. Речь идет не о количестве, хотя я не хочу свернуть вашу молитву до двухминутной, но речь идет о нашей жизни. Молитва одухотворяет жизнь. Человек, не молящийся, ему очень трудно будет вести духовную жизнь. Он будет опускаться на уровень плоти. Но и наша молитва, она связана с жизнью нашей. То есть, если я прихожу в служение и пытаюсь сделать благочестивое личико и представить себя молящимся, то Бог знает, что я думал всю прошедший день. Если весь мой прошедший день был заполнен просто какими-то плотскими, похотливыми мыслями, злыми, осудительными, то я, может быть, обману Петра, что он не знает, о чем я думал, Алексея Игнатьича. Может быть, Бог через пророков ничего не скажет, не всегда он все говорит. Может быть, я себя смогу обмануть, думая, что я собрал свои чувства, но не Бога. Опять, это не означает, что я могу прийти на молитву как герой. Я всю жизнь думал, весь день думал о Боге. Я думаю, что это это приход к Богу сокрушенного сердца, уповающего на милость Божью, понимающего, что все, что мы не делаем, все плохо, но не разбивающиеся от этого, стремящимися к Господу, ищущими ходить духовно, желающими жить для Него, но не собирающими при этом свои достоинства, а видящим в этом желании следовать за Господом тот, что видел Христос. У меня есть пища, которой вы не знаете. Эта пища творить в волю пославшего меня и совершить то, для чего Он меня призвал. Вот отсюда появляй отсюда источники, отсюда источные силы всякой молитвы, искания Бога. Пишу вам, чтобы вы не согрешили. Если бы кто согрешил, мы имеем ходатай Иисуса Христа праведника. Никто не может прийти и сказать, у меня были только хорошие мысли. Но плохо, когда это понимаем, мы становимся небрежными и беспечными. Ну ладно, все равно все несовершенные, подумая, что я это думаю. Все-таки око Господне над нами. И ходить в страхе Божьем нам необходимо. Искать Господа нам надо. И сокрушаться, уповая на Его милость, тоже для нас необходимо. Вот это вещи, откуда она исходит. Мы говорим о поклонении, которое не может быть ограничено каким-то промежутком времени. Вот как у харизматов. Хвала и поклонение. Я всегда говорю, если все служение не хвала и поклонение, то этот отрывок тоже не хвала и поклонение. Все служение хвала и поклонение. Вся жизнь хвала и поклонения. Вся жизнь должна быть Богу поклонения. А если вся жизнь поклонения, нечего тебе отрезки создавать. Хотя мы можем в любой момент прославить Бога. Как Пётр сегодня сказал, вдруг в самый последний момент рождается желание Его особенно прославить. И не всегда только повторением слов Аллилуйя. Наша способность тихо сидеть у ног Иисуса и слушать – это тоже поклонение. Я не сомневаюсь, что Мария, её состояние – это было высшим поклонением Богу. По чтениям Христу. И омытые ноги слезами этой женщины – это было поклонение Ему. Однако это не означает, что мы сейчас будем слезами друг другу ноги мыть. Ни в коем случае. Но это выходит всё из нашей жизни. Я помню, когда вот эти западные веяния стали входить в Россию, Бог прислал в Москву, может быть, братья помнят, такого Джима Смита. Через него было такое слово. «Ты выстояла в трудное время». Это было слово к церкви. «Потому что ты надеялась на меня». «Почему же сегодня, когда пришли другие времена, ты перестала надеяться на меня, стала смотреть, как это делают люди в других странах? И стала как продажная женщина, некогда верная мне невеста». Я цитирую. «А для меня так дорого было русское поклонение». Я скажу, у нас этого слова не было. Мы слова этого не знали. Но я понимаю, что отношение молитвенное, благоговейное, жертвенное народа к Богу – это была ценность. Речь не о России идёт, здесь не о национальности идёт. Во Христе Иисусе нет ни юдея, ни элина, ни немца, ни русского, никого. Но всё во всём Христос. Но для Бога было сокровищем то, что и мы сегодня с вами ценим. То есть она связана с жизнью, она определяет наше поклонение. Жизнь – это молитва, это всегда труд. Молитва – это всегда труд. В молитве нужно побеждать. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Я хочу сказать, мы должны учиться познавать волю Божью и двигаться к Господу в молитве. Но это не всегда, что молитва будет лёгкая. В моей жизни был такой момент, когда Бог начал меня освящать. Я хочу сказать, эта вещь, она довольно часто неприятная внешне. Она тяжёлая. Я вдруг в короткий момент стал видеть массу своих недостатков. Я никогда их столько не видел. Это было настолько тяжело. Было настолько тяжело. Я был почти разбитым. Я ходил и думал, я самый плохой христианин во всей Москве. Но дальше у меня как-то горизонт не расширялся. Я просто не думал обо всём. Бог меня остановил в этой мысли. Приехали. Я пришёл в церковь, а мне братья говорят, слушай, мы встретили твоих с работой. Мы начали им проповедовать, они говорили о тебе. Я скажу, я внутренне сжался. Я думаю, сейчас опять я что-нибудь услышу о себе. Они говорят, мы стали им говорить. Они нам говорят, вы в Бога Ричарда, наверное, верите. Но поскольку имя Ричард под Москвой такое редкое имя, не поняли, о ком идёт речь. Они дали о меня очень хорошее свидетельство. А я в этот момент подумал, нет, тут что-то не в порядке. Я-то знаю, что я самый плохой. А они мне говорят другое. Кто-то в искушении. И в это время Бог мне сказал, сын мой, никто не в искушении. Правы и они, и ты. Просто ты видишь себя, потому что я тебе показываю, что я в тебе делать собираюсь. А они видят то, что я в тебе сделал. И не видят этого, что я в тебе делать собираюсь. Я им это никогда не покажу. Поэтому они видят то, что я в тебе сделал. А ты видишь то, что я собираюсь сделать. Ты продолжай оставаться в своей позиции. Но только никогда не забывай, что я в тебе что-то сделал. Вот это никогда не забывай, понимаете? И это был такой момент. Оно лежало на меня тяжесть 4-5 лет. Как страшная плита. У меня был такой момент, я не выдержал. Я сказал, Господи, я больше так не могу. Снимись с меня. Он с меня снял на один день. Это было самое ужасное. Я понял, что он меня слышит и почему-то не снимает. Я ничего не мог понять. Знаете, сегодня темы духовной, жизнь, они рассказываются. И многое из того, что я рассказываю, не все, конечно. Это не просто какая-то теория. Это то, что вынималось оттуда. Мне было настолько тяжело. Но я вам скажу секрет, где лежит источник моего служения. Мне было настолько плохо. Мне никто не мог помочь. Я искал у многих служителей. Мне никто не мог помочь. И мне Бог один раз сказал, тебе в этом никто не поможет. Я ему тогда сказал, Господи, если ты меня все-таки из этого выведешь, я хочу всем людям, которые так проходят в этом, помогать, осознав, что здесь происходит. Знаете, вот есть такой момент, когда вот как будто что-то блиц, и вот знаете, как фотоаппарат. Я знаю, что вот этого слова Бог ждал. Исполню обеты, которые произнесел, я с язык мой в скорби моей. Он этого ждал. Вот этого слова. Вы знаете, я увидел в тот момент, вдруг Бог начал отвечать на мои маленькие нужды. Просто казалось бы, совершенно такие желания, о которых я даже помолиться не успел. А моя непрерывная молитва о том, чтобы Бог сделал меня исполненным Духом и истинным служителем Его. Вот он просто молчал. И я однажды так ему помолился. Господи, я не понимаю. Я очень благодарен тебе за ответ на всякую маленькую молитву. Но я готов оставить все эти желания. Только вот это. Ответь мне на это. Я знаю, что это по воле твоей. Почему ты молчишь? Он продолжал молчать. Но Бог умеет говорить, когда Он молчит. Если мы хотим научиться понимать, что Он нам говорит, мы должны научиться его слушать, когда Он молчит. Он умеет говорить, когда Он молчит. И я вдруг понял, что Он хочет мне сказать. Он мне хотел сказать, сын мой, я отвечаю на твои молитвы, чтобы ты знал, что я слышу тебя. А здесь я не отвечаю, но ты должен понять. Есть причина. Есть причина. И ты должен это время выждать. Я отвечаю на маленькие нужды, я отвечу на большое. Есть причина. Знаете, я потом понял эту причину. Он на самом деле все время отвечал. Но сделать нас благословенным человеком, там надо так много поменять. Если Он начнет делать в темпе, в котором мы желаем, то вместо получить желаемого, мы просто рассыпемся, как порошок. Он начинает медленно и верно смирять нас. Мы хотим, чтобы Он смирил нас. Вот так, как кто-то написал. Можно скорби просить? Вопрос в том, что мы этого не выдерживаем. Он начинает очень энергично работать в наших сердцах. И Он отвечает на нашу молитву. Но реальность ее выполнения мы увидим позже. Я за 20 минут до того, как благословение вдруг резко вошло в мою жизнь, чувствовал себя чуть ли не отверженным человеком. Просто чуть ли не отверженным. Но все шло, как говорят по-русски, сикось-накось. И вдруг, буквально в короткий момент, я пришел на служение, начал плакать. И когда призвали к молитве, у меня все поменялось. Я понял всю перспективу его пути. Для чего я это все рассказываю? Я не просто рассказываю о себе. Я просто на этих примерах хочу показать, что Бог отвечает на наши молитвы. Где мы это слышим, а где мы это не слышим. Я показываю это на примерах, потому что вы понимаете, что это сложно. И более того, я то, что рассказываю, то кто-то расскажет, это и у меня так. Я даже и не сомневаюсь. Я не задаю вам вопроса. Я знаю, что на этом месте есть люди, которые говорят, это он точно про меня рассказывает. И я точно про тебя рассказываю. На примере своем. Это точно моя цель и есть. Чтобы мы поняли суть молитвы. Молитва – это труд. Молитва – это упование на Бога. Молитва – это связано с нашей жизнью. Молитва – это то, где мы должны посвящать свою жизнь Богу. Не надеяться на свою плоть. Учиться служить Ему в Духе и хвалиться Христом и Иисусом. Учиться служить Ему в Духе. Молитва очень часто противостоит, очень сильно противостоит не только наша внешняя неправедность. Это само собой. Если человек не ходит доброй совестью, позволяет себе всякие вещи, такие вульгарные, греховные, плотские, эту молитву разваливает очень страшно, как я сказал. Но я знаю людей, которые очень по многу молятся. И в их молитвенной жизни большие трудности, потому что они не думают о внутренних вещах. Для молитвы очень важно смирение. Вы понимаете, что вопрос смирения – это не вещь, которую можно пощупать и потрогать. Об этом говорилось много. Знаете, если человек не смиряется, если человек не готов принимать от Бога тот путь, по которому он его ведет, то этому человеку очень трудно. Потому что молитвенная жизнь, она строится все-таки не на чувствах. Хотя мы в чувствах и в уме переживаем результаты молитвы. Я не хочу это отокорицать. Но скелет молитвенной жизни… Мы не видим наш скелет, правда? Я не могу твой скелет видеть, и ты мой не видишь. Но все-таки наш весь организм, он держится на скелете. Если позвоночник перебит, или вдруг позвоночный стол просыпался, то мы просто превращаемся в мешок с внутренностями. Извиняюсь за такое грубое сравнение. Но оно так. То скелетом молитвенной жизни это является Божье обетование, Божье повеление. Оно на этом строится. Оно строится именно на этом. Знаете, Божье обетование – это великая вещь. Но надо их понимать. Приходит ко мне человек и говорит, «Меня Бог призвал быть как пророк Еремия. Я говорю, где ты это взял?» Я понимаю, что он в искушении. Но мне надо понять, откуда он вообще это схватил. Он говорит, «Ты знаешь, я в Библии прочитал». «Да!» Ну вот открыл пророка Еремию и читает, «Я тебе поставил пророков для народа». Все слово Богу многоменна и полезна. Что был совершен человек, он себе это приложил. Но это чистое искушение. Но я хочу сказать, когда ты разбит, когда тебе тяжело, когда у тебя впереди нету никакого света, и ты вдруг читаешь, что унывает душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду славить Его, Бога моего и Спасителя моего. Это обетование. И повеление одновременно. Понимаете? Вот в случае с Еремией, там вообще непонятно что. А здесь повеление. Что унываешь, что смущаешься. Бог говорит, иди вперед. И дает слово утешение. Он дает обетование. И когда мы в слове ищем, что Бог от нас хочет в этой ситуации, то мы начинаем как в той ситуации, в которой мы попали. Слово Божие конкретно. Оно не отвлеченно, не абстрактно. Это и побуждает молитву. Бог нас куда-то поставил. И у Него есть для нас определенная воля. И мы начинаем ее понимать, в какой-то мере, в маленькой сначала. То вместе с тем мы должны тут же понять, если Бог меня куда-то направляет, должно быть и на что-то, на что я должен опереться. Потому что я сам идти не могу. И в этот момент нам приходят Божьи обетования. Знаете, когда нас судили, я уже рассказывал, как Бог действовал. Но я хочу сказать первое, когда я пошел на первое следствие, мы зашли в одно место помолиться, прежде чем... Ну, нас они вызывали, они год нас примерно дергали на следствие. Мы склонили колени, и мне идет такое слово. Сын мой, сейчас тебе будет казаться, что я тебя оставил. Я хочу, чтобы ты знал, что я с тобой. Я в тот момент подумал, ух ты, вроде совсем другое Библия говорит. Ну, надо уже держаться. Ну, точно так было. Это был год. Мне казалось, что он играет со мной, как кошка с мышкой. Я не мог схватить его мысли. Я не мог понять, что Бог от меня хочет. Я не мог понять. Это было такое состояние, такое состояние молишься. Он специально нас выдерживал, минут по 20 до начала своего допроса. Видимо, чтобы нам на нервы действовать. А мне было это очень хорошо. Я стоял просто и вопил у окна внутренних. Но это было такое ощущение, небо как железо, земля как медь. И у меня только этот стучит в голове. Сын мой, сейчас тебе будет казаться, что я тебя оставил. Я с тобой. Я в какой-то момент понял суть Божьего повеления. Я должен претерпеть. Я перестал понимать, что происходит. Я не мог связать все эти откровения, которые я пытался собрать, как мне стоять. У меня все терялось. Вершиной всего был Арис Степана Костюка. Поскольку это в моих глазах был очень мудрый человек, я вдруг понял, что он не может своей мудростью себя защитить. У меня почва ушла из-под ног. И я зашел в ванную и сказал, Господи, я больше ничего не знаю. Я доверяюсь тебе. Будь что будет. И в этот момент пришла сила. Я пришел к нему, сел. У меня появилась какая-то смелость. Я не могу это объяснить. Он мне задавает вопросы. Я ему отвечаю. Он чуть не подпрыгнул на стуле. Говорит, вы мне другое говорили. Я говорю, да, вы меня просто неправильно поняли. Я ему в 10 минут перевернул все его годичные допросы. Он схватился со трубку, что-то сказал и положил мне на стол листок, который, в отличие от всех предыдущих, имел красную кайму. И на нем стояло, что я больше не свидетель, а обвиняемый. Но потом профессиональные юристы говорили, что мы защищались высококвалифицированно. А я уже говорил, я вставал и не знал, что я буду говорить. Но этому предшествовал вполне определенный и очень нелегкий путь, в котором надо было держаться Божьих обетований и следовать Божьим повелениям. У Бога есть повеление и у Бога есть обетование. Это то, на чем строится молитва. Потому что мы действительно получаем все, о чем мы просим. Но у этого есть определенные условия. Мы должны просить по воле Божьей. И это не означает, что мы каждый раз должны бегать к сосудам и выяснять, по воле Божьей это просить или нет. Это значит, что мы в воле Божьей должны прибыть. Как Нафан сказал Давиду, помните, он захотел строить храм, он ему сказал, все, что у тебя на сердце делать, делай, потому что Бог с тобой. При этом может быть ошибка, тогда Бог через сосуды нас поправит. Есть вещи, за которые мы можем помолиться. Но если я не нахожусь сам в воле Божьей, то никакой сосуд не может мне до конца помочь. Он может меня подправить, Бог может меня остановить. Но на самом деле цель Бога, чтобы мы жили в воле Божьей, чтобы мы жили этими обетованиями, чтобы мы жили этими повелениями. Именно об этом говорит Йоанн, когда он говорит, если соблюдаем заповеди его и делаем благоугодно ему. То есть, если соблюдаем заповеди его и делаем приятное ему, как Давид. Вот муж, которого избрал по сердцу моему, он исполнит все хотения мои. Или, как Иисус Христос говорит, если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, все, что не попросите, получите и будет вам. Вот это определяющая вещь. Я снова говорю об этом не в смысле, что ты или я, мы можем сказать, да, я вот так живу. Это будет вершиной дерзости. Это будет вершиной дерзости. То есть, как сказал английский писатель, твердая вера в свое смирение есть вернейший признак утвержденной гордыни. Твердая вера в свое смирение есть вернейший признак утвержденной гордыни. То это говорится не о том, а это говорится о том, что является центром моего желания, вожделением моей веры, моим стремлением, моей надеждой. Вот так жить пред Богом. Это определяет практически, это определяет всю молитвенную жизнь. На основании обетования и повелений. И тогда ты поймешь через некоторое время, что Бог слышит и слабые молитвы. Там, где тебе кажется, что Он тебя не слышит. Но это не значит, что на этом надо остановиться. Все-таки написано в Ефесянах, что мы должны всякой молитвой и прошением молиться во всякое время Духом. Я вчера отвечал, что буду молиться Духом, буду молиться умом. Это молитва на иных языках, и это молитва на русском языке, скажем так, или на немецком. Но я считаю, что в Ефесянам там стоит другая вещь немножко. Потому что там, говорится, буду молиться во всякой молитве и прошением. Если я молюсь на языках, я не могу ничего определить. Я не знаю, о чем Дух молится. Он молится воздыханиями неизреченными, зная о чем. Я не могу сказать, что я молюсь на иных языках, сейчас это может быть хвала, а может быть умоление, а может быть ходатайственная молитва. А там говорится, что всякой молитвой и молением молитесь во всякое время Духом. Здесь немножко другой смысл имеется в виду. Здесь имеется в виду, что с одной стороны мы должны молиться Духом на иных языках и умом, а с другой стороны мы должны искать, чтобы все наши молитвы были в Духе. Вы же знаете, что можно молиться на русском языке в исполнении Духом. Когда ты молишься вроде за известные тебе вещи, и вдруг молитва превращается во что-то, что ты понимаешь, что ты молишься правильно, но ты бы никогда таких слов не произнес. Вот тут можно все и благодарить в Духе, и молиться. И здесь важно, чтобы мы молились на иных языках Духом, и молились умом. Я думаю, что надо много молиться на иных языках Духом. У вас остановилось здесь? Вот, я думаю, что мы должны обязательно молиться умом. Так же. Это должно быть гармонично. Потому что, если, скажем, молодая супружеская пара, и он будет ее только обнимать и с ней не разговаривать, и она скоро начнет пищать. Он скажет, ты сядь, поговори со мной хоть когда-то. А чего? Я тебя люблю. И чмок ее снова. Но это, конечно, приятно, но это не все. То наше отношение с Богом, познание, любовь к Нему, оно должно выражаться в словах, в открытом сердце. В этом смысле людям, которые молятся только на иных языках, это неправильно. Но люди, которые пренебрегают молитвой на иных языках, это тоже неправильно, потому что внутренний человек нас назидается, Дух нас назидается. Это должно быть действительно, как Павел говорил, и то, и другое. Но все наши молитвы, они должны быть всегда искаться в исполнении Духа. Всякой молитвы, прошением молитесь во всякое время Духом, со всяким постоянством. Если этого нету, надо стараться понять хотя бы, в какую сторону нас ведет Дух Святой. И тогда это придет к тому, что надо. Потому что если мы молимся по воле Его, пребываем в Его воле, то Он слышит нас. То Он слышит нас. Вот эти вещи, они чрезвычайно важны. Я хочу сказать, молитва, я думаю, это все понятно из того, что я говорил. Молитва никогда не должна быть многословной. Я думаю, молитва должна быть очень благоговейной. Не надо Богу рассказывать свои переживания. Он это знает раньше нашего прошения. Не надо пытаться Бога переубедить. Приходит на молитву и начинает, Господи, Ты видишь, я очень люблю моего мужа, но он меня не понимает. И 15 минут идет, чтобы в конце сказать, Господи, Ты меня все-таки прости, потому что я вчера на него накричала. Может быть, сразу это сказать. И не объясняет, чтобы весь народ слышал, и Бог, что я мужа люблю. И фактически перечеркивает свое покаяние. Я уже сказал, самые сильные молитвы, это молитвы краткие, простые. Я не хочу сказать. Есть моменты, когда Бог наполняет человека духом, выходят просто какие-то потрясающие по красоте слова. Удивительные. Ни я, ни ты, мы не можем так говорить. Пусть это будет. Но, как говорил Беспалов, если ветер качает деревья, это хорошо. Но не надо качать деревья, чтобы сделать вид, что там ветер тует. Это не работает. Это не помогает. Точно так же и в молитве. Точно так же и в молитве. Я буду потихоньку идти к концу. Я буду потихоньку идти к концу. Я хочу сказать, я думаю, так немножко все это суммировать, резюмировать. Я думаю, вы меня поняли. Молитва – это дар нам от Бога. Это великий дар, связанный со всей нашей жизнью. Оно на этом должно быть построено. Молитва не строится на вере в нашу веру. У меня нет веры. Вера не у нас. Вера у Господа. Она отслышание. Вера у Господа. Не надо верить в свою веру. Надо возрастать в благодати и познании Иисуса Христа. Надо пребывать в Слове. Если пребудете во мне, и слова мои в вас, пребудут все, что не получите, будет вам. Вера не рождается от слова, прочитанного как лозунг. Слава КПСС. Верьте и будет дано вам. Вера рождается от того, когда мы пребываем в Христе, и Слово Божие живет в нас. Я так скажу, оно должно подобно водам омывать наше сердце, орошать наше сердце. Иногда это слово словно клокочет, как в каком-то водопаде, в горной реке, вызывая в нас какие-то восторги. Она течет очень тихо, но оно меняет сердце. Оно меняет сердце. Надо молиться, не ища каких-то переживаний. Я не могу молиться, потому что мне трудно. Кто-то сказал, что тот, кто молится только по вдохновению, он скоро перестанет молиться вообще. Надо молиться постоянно и верить, что Бог нас слышит. Проблемы надо решать. В трудностях надо раскаиваться. Помощи просить. И Бог будет нас слышать. Я хочу сказать, иногда молитвы, которые очень трудно идут, на них лежит большое благословение. Я в 1997 году летел на Израиль. Первый раз из Германии. Они пригласили меня там на братскую конференцию. И надо же, у них забастовка. Но они так. Я летел на более дешевом рейсе. Я взял чешскую компанию через праву. Они свои элялявские самолеты сажают все равно, несмотря на забастовку. Потому что держать их где-нибудь в чужом аэропорту – это очень дорого. А пражские не принимают. Они нас высадили в Праге. Дали нам гостиницу в таком городке Кладно недалеко. Но мы немножко походили, посмотрели Прагу, посмотрели город, посмотрели еврейский квартал. Там была группа людей, ехавших в Израиль. Говорят, мы пойдем еврейский квартал смотреть. Я тоже охотно. Я побыл в старинной синагоге одной из самых старых. И я дома. Семьи нет, церкви нет. Непривычное положение. Никакого труда нет. Что я должен делать? Я буду молиться. Я встал на колени. Борьба. Опять. Небо как медь, земля как железо. Я давай молиться. День молиться. Два молиться. Вот оно идет тяжелейшим образом. Я думаю, господи, что вообще это такое? Вдруг звонок раздается по телефону. Забастовка кончилась. Быстренько вниз. Я собрал вещи. Спустился. Сел в автобус сзади. И вот я понял. Это было благословеннейшее время. Бог меня сильно благословил. Мы приехали в город Аждот. Они приводят меня в харизматическую церковь. Это настоящая харизматическая церковь. И он, брат, мне еще говорит рядом. Идет со мной. Ты понимаешь, мы попали к харизматам. Али любят что-то вдохновляющее. Хорошо бы тебя Бог благословил в этом направлении. Я молюсь, а мне Бог говорит. Ты будешь говорить о святости. Я думаю, я будет ему сюрприз. Вдохновляющий. Вы знаете, их там было человек 30. Маленькая квартирная харизматическая церковь. Мы закончили. Один из них стоит, говорит. Весь в слезах. Это правда. Мы говорим, что Бог отвечает на наши молитвы. Потому что. Но он не отвечает, потому что мы не святы. Давайте покаемся. Вы знаете, я первый раз в своей жизни видел, что церковь в 30 человек харизматов встала плача на колени. Это мне брат сказал. Я первый раз видел его плачущим. Что произошло? Я знаю, что это золото добывалось там, вкладно на коленях. Где мне казалось, что нет успеха. Мы приехали в одно место. Я не буду просто сейчас называть эти имена, потому что это очень известные люди. Они дали проповедовать. Подходит пастор этой церкви в Иерусалиме со своей женой и говорит, братья, помолитесь за нас. Мы сегодня на этой проповеди поняли, что самым большим препятствием для благословения нашей церкви являемся мы. Пастор церкви и его жена. Вы знаете, тут все терялось. Но я понял, что вот это золото, промывавшееся на коленях вкладно, оно начало приносить свои плоды. В этом городке с тех пор есть наша церковь. Слава Богу! Они разделились, эти харизматики, кто-то к нам пришел. Это ни в коей мере не мой подвиг. Я ни в коей мере не хотел бы себя каким-то чудотворством представлять. Я хочу вам сказать, что Бог слышит молитвы. А если слышит, знаем, что получаем от него. Только мы должны к этому правильно относиться, умоленно и с доверием, подчиняя всю эту жизнь и зная, что она вытекает из всей нашей жизни, опираясь на правильные основы, на его обетование и повеление, строя не на основе многословия, а благоговейно высказывая Господу наши нужды с уверенностью, что Он нас понимает, и втолковывать Ему не надо ничего. Я хочу сказать, вот этот склад жизни, он будет для вас благословением. Во всяком случае, он является благословением для меня. Я думаю, что вы духовные люди, вы чувствуете и понимаете, что за этим стоит какое-то очень тихое действие Святого Духа, сокровище молитвенной жизни. Пусть в этом Господь благословит вас. Я не могу сказать, что братья ждали от этой темы, но я сказал то, что у меня есть на сердце. И я думаю, что это важно. Давайте мы сейчас помолимся. Аминь. Знаете, когда мы молимся, существует некоторая еще сторона вопроса, это я так назову это, организация молитвы. В молитве должна быть способность, чуткость к действию Духа Святого, но и должна быть внутренняя евангельская организованность. Должна быть внутренняя евангельская организованность. Значит, никто, естественно, не говорит, чтобы мы молились по молитвенникам, как католики, лютеране и православные. Но очень у многих людей теряется способность молиться. Они приходят и говорят, а я не знаю, у меня нет слов. Я не могу молиться. Но я всегда спрашиваю, ты что, разучился по-русски говорить? Или ты разум потерял? Но если есть разумение, если есть это, то можно молиться. Я думаю, что человек, ставя навес на молитву, он должен иметь какое-то представление все-таки, о чем он хочет помолиться. А не просто в молитве начинать думать, что мне сейчас сказать. Если я иду к тебе в гости, конечно, я не знаю все разговоры, какие мы можем вести, но все-таки обычно мы что-то думаем. Вот я хочу поговорить с человеком. То здесь нужно какую-то внутреннюю сторону иметь. Во-первых, надо всегда, если вот посмотрим «Отче наш», это не только молитва, в которой мы молимся, но в этом и пример молитвы. Она начинается с хвалы. Мы всегда должны Бога благодарить. Даже в трудные моменты. Помните, как Давид пишет? «Враг топтал в землю жизнь мою, принудил меня жить, как давно умерших, а не имело сердце мое. Что дальше? Вспоминаю дни древние, размышляю о великих делах твоих». Я очень люблю благодарить Господа за природу, за красоту. Мне нравится благодарить Господа за снег и за мороз. Может быть, не всем это понятно. За тепло, за творение. Я люблю благодарить Бога за пророков. Можно за это Бога благодарить? За людей, которые проложили нам путь. Благодарить Бога за то, что Он крестил меня Духом. Это не важно, что это прошло уже с 72-го года 35 лет. За это благодарить. За то, что Он помогает нам. Поблагодарить Бога. Принести Ему свои нужды. Надо принести Богу духовные нужды. За что-то помолиться. Не надо бояться. Не надо бояться просить «Господи, у меня не хватает терпения, помоги мне». Это надо приносить, пока какие-то проблемы не начнут меняться. Но нельзя, чтобы наша молитва превращалась только в ноющее перечисление своих проблем. Это тоже нельзя. Надо помолиться за это. Принести свои нужды. Надо помолиться за свои житейские дела. Я думаю, что школьники, кто учится, они должны обязательно все вещи, связанные со школой, с работой нести. Когда я еще был необращенным человеком, бабушка мне всегда говорила, ты когда приходишь на экзамен, тебе дают билет. Ты его не открывай, а положи, помолись и прочти внутренний 22-й псалом. Потом бери и открывай. Мне приходилось давать тех минимум до 45 лет. Я все время так делал. Это очень важно. Конечно, это плохо, если человек бездельничал, а потом молится «Господи, благослови меня в экзамене». Это неправильно. Но молиться, что Бог помог, что Бог благословил. Может быть, не все сразу приходит, но Бог будет помогать. Мне, например, Бог помогал сдавать экзамены в университете. Это реальная вещь, когда я слышал внутреннюю подсказку, как решать задачи. Это вполне конкретная, реальная вещь. И для меня это ценно не только то, что он мне задачи решать помог, но только прикосновения, которые тогда я помню было. Вы можете просить за свои житейские нужды. Единственное, что вы должны правильно молиться. Вот очень плохо бывает, когда, скажем, например, девушка, но я буду говорить девушке, потому что братья не могут делать предложение, вот она начинает молиться, «Господи, мне этот брат нравится, дай мне его». А он сделал другое предложение. Она помолилась второй, третий раз, и она совсем разбитая. Потому что все-таки здесь неправильно так молиться. Утешайся Господом, он исполнит желание сердца твоего. Ты можешь за это помолиться, но ты не можешь настойчиво об этом требовать. Но я хочу сказать, ты можешь молиться, и Бог даст совершенно другое. У меня есть одна дочка, которая все собиралась жениться и уехать в Израиль, выйти замуж и уехать в Израиль. И ее муж, он совершенно, он русский немец, и также у него русская фамилия, и она очень счастлива. И я думаю, что она очень много про это гудела, а Бог совершенно другое ей дал. А та, наоборот, которая никогда об этом не говорила, то, похоже, она выйдет замуж в Израиль. Но это вот, надо правильно к этому подходить. Надо помолиться за свои нужды, правильно их принести. Надо молиться за свой дом, за родителей, за врагов, за тем, которым трудно, за церковь. Не надо думать, что ваши епископа не нуждаются в ваших молитвах. Очень даже нуждаются. Они такие сильные, лучше бы они за нас помолились. Хорошо, они за вас помолятся, но они в ваших молитвах нуждаются. Мы все в ваших молитвах нуждаемся. Я помню, когда я еще не обращенный молился, молился за служителей, тогда я не знал за какой церкви, молился, чтобы Бог послал в Россию, чтобы кончился этот атеизм. Но я думаю, что какая-то маленькая капелька моих детских молитв там есть. Понимаете? Это надо молиться, приносить своих близких, своих родных. Я хочу сказать, если вы начнете приносить кого-то в церкви хотя бы немножко, и вы войдете в этот русло молитвы, вы увидите, что полтора-два часа проходит незаметно. Вот эта организация должна быть, но вместе с тем не должно быть не должно быть так, как в Германии. Они очень пунктуальны, и что они решили, они делают. Может оказаться в процессе вашей молитвы, Бог побудет вас за что-то молиться, чтобы в этот момент не было, нет, Господь, я моё домолюсь, а потом, если не забуду то, что мне пришло, вы оставьте это, помолитесь и вернитесь потом назад. Я думаю, вы меня поняли, да? Так, давайте теперь на вопросы. Их оказалось тут много. Апостол Павел писал Тимофею возгревать дар, о каком даре идёт речь и как возгревать. Но он, наверное, не случайно не написал, о каком даре идёт речь, потому что это относится к возгреванию всех даров. К возгреванию всех даров. Он поэтому и не написал, что нам не так важно, какой дар идёт речь. Он говорит, через моё рукоположение, было ли это вопрос чисто служения, или были там какие-то ещё другие дары, то Библия нам особенно это не говорит. Но это слово оставлено нам не для того, чтобы любопытствовать, какой дар был у Тимофея, а для того, чтобы понять, что и нам надо возгревать то, что Бог нам дал. В любом варианте. Надо ли заставлять детей молиться в семье, например, на ночь, если дети никак не хотят молиться? Я бы слово поменял. Надо не заставлять, а приучать. Вот ребёнок говорит, кушать не хочу. Ну и что, вы согласны его днями не кормить? Вы как-то по-другому делаете. Наверное, тоже не стоит с палкой, говорит, сейчас стукну тебя, если не съешь манную кашу. Оно как-то по-другому делается. Вы поймите, что ребёнок, он человек настроения, он чувственное существо. Значит, он должен просто понять, что вот это часть жизни. Сейчас помолимся, пойдёшь спать. Я думаю, их надо сажать, особенно маленьких, и с ними больше петь. Вот если я против всех этих программ хвалы и поклонения, то с детьми я всё время так делал. Я мог петь пять, десять псалмов. Они это воспринимают. Вы можете с ним помолиться, сесть попеть. Они сначала ёрзают, шумят. Надо набраться терпением, их порядок приводить, не теряя мира. Они через три, четыре, пять дней привыкнут. Они очень непоседливые и ничего не делают, что непривычно. Но зато, когда они в это втянутся и почувствуют благословение, они почувствуют. У меня был такой случай, я приехал с одного места, где было очень большое благословение, я пришёл, и говорю, дети, помолимся. Мы в игрушки играть хотим. Я говорю, вы в игрушки поиграйте, мы помолимся сейчас. Мы встали на колени, там пришло такое присутствие, я говорю, аминь, они говорят, давай дальше молиться. Давай дальше молиться. А ей четыре года было. Давай дальше молиться. Я говорю, ты же в игрушки играть хотела. Пап, перестать, давай молиться дальше. Но мы должны это искать сами, без детей. Конечно, я скажу, вопрос молитвы с детьми, это вопрос серьёзный вот в каком смысле. Я, например, практиковал так, вот был момент, когда мне нужно молиться самому. И я молюсь, молюсь духом, могу молиться долго, они делают, что хотят. Они садились мне на колени, пытались на плечи забираться, я их так встряхну и молюсь дальше. Если мы становимся на полчаса молиться духом, дети обычно это не выдерживают. В этот момент молитесь сами, пусть они стоят сколько могут. Только их приучите, чтобы они благоговейно себя вели. Чтобы они вас не передразнивали, не повторяли и не делали какие-то глупости. Не можешь молиться, иди играй в другую комнатку. У нас не было другой комнаты, мы живем в одной комнате. Играй в другом уголочке. Если они подключаются, пусть молятся. У меня были такие моменты, когда моя старшая дочка в 2-3 года молилась так, я не слышал такого во взрослом состоянии. Она захвачена была духом святым и молилась мне на удивление. В этот момент дайте им это сделать. Но вы должны с детьми молиться отдельно. Они должны быть научены молиться. Не секрет, что дети в верующих семьях иногда не умеют молиться. Не умеют. И для этого надо с ними попеть. Коротко я всегда делал прочесть им слово. Не надо, если они не в состоянии... Десятилетним им можно читать истории про Даниила, про Давида, а маленькие обычно плохо это выдерживается. Это такая так называемая speech preaching. Это когда читается один текст и на него минут пять говорится. Прочесть и что-то сказать, чтобы их коснулось. Теперь помолимся. Помолиться надо коротко, на понятном их языке, стараясь побуждать их, если они не совсем уже маленькие, чтобы они тоже хотя бы коротко помолились. Чтобы они умели выражать свои мысли пред Богом. Чтобы они научились обращаться к Нему, когда им страшно, когда им тяжело, когда они одиноки. Вот это вот надо... И этому детей надо приучать. Слово заставлять здесь не подходит. Грубо делать нельзя. Приучать их вести себя правильно во время молитвы и благоговения не нужно. Приучать их, что если они заходят и папа или мама читают Библию, то не надо сразу книгу в сторону, у меня идея есть. Или они молятся. Сядь, подожди. Закончилось? Подойди, скажи. Ну вы же тоже видите, что ребенок пришел. Вы же не будете после этого полтора часа читать. Вы дочитаете докуда-то, отложите, скажете, теперь я тебя слушаю. Вот к этому их надо приучать. Насколько серьезно для сестры молиться без покрывала на голове? Девочкам с какого возраста называть косынку для молитвы? Для сестры молиться, серьезно молиться, чтобы она молилась с покрывалом на голове. Потому что в противном случае она бесчестит свою голову. И этот человек должен понимать, любить и желать. Я сделаю вам совершенно обратную вещь. в Германии мы никогда не ходим с головными уборами. И это проблема решает для братьев, для меня лично. А в России не так. Я приехал и сразу себе ушанку взял. Может, здесь холодно. Это не значит, что я никогда не молюсь. Но мне всегда приходит какое-то чувство удовольствия и облегчения, когда я могу ее снять и продолжать молиться с открытой головой. Я понимаю, что женщина, которая лежит там на столе в родовой комнате, я не могу искать не молись, потому что ее неприличный вид. Это не так. Но так не пойдет молиться дома. Понимаете? В таком виде не пойдет молиться дома. Я понимаю, что человек помолился, одетый, лег спать, не спится. О чем он должен думать? О чем-то плотском? Ну, конечно, человек молится, но не годится в ночной рубашке или в ночном костюме молиться в другое время. Понимаете? То точно так же, когда у тебя нету этой возможности, то, конечно, какой вопрос? Но когда у тебя эта возможность есть, одень это. Одень это, когда у тебя есть возможность. Это должно быть внутри. Это серьезно. С какого возраста? В принципе, я скажу, с какого возраста. Слово, которое там стоит, оно означает взрослую женщину, не обязательно замужнюю. То есть, девочка, когда она становится уже девушкой, она под это попадает. Там стоит такое слово, которое можно по-немецки перевести, гибернде, способное рождать. То есть, тогда, когда у нас же больше не ребенок. Обычно так нельзя сделать и так нельзя сказать, потому что, если мы такую вещь скажем, то мы всех и будем так вводить, то мы всех молоденьких сестер поставим под посмешивство. и перейдем со стороны озорных мальчишек. Поэтому существует какая-то средняя линия. Я не знаю, как это у вас. У нас в Германии это как не идут в молодежь. Хорошо, так и держитесь этого. В этом нету ничего. Это вполне нормально, как вы решили. Но они в любом случае должны. У меня, например, дочка, вот эта Мириам, она всегда была склонна одевать, а в Германии там такие проблемы возникли. Я сказал, мы будем делать как принято здесь. но она оформилась раньше, чем немножко своего возраста. Я позвала ее, сказала, Маришка, ты больше, я по-немецки сказал, ты больше не das, а die. То есть, девочка по-немецки оно. Das Mädchen, оно. Ты больше не оно, ты стала она. Я хочу, чтобы ты одела платок. Она одела его раньше времени. Это нормально. Это вполне нормально. Если у вас есть в другом в этом смысле порядок, этого надо держаться. Но в любом случае я понимаю, это не с брака начинается. Это должно начинаться с того момента, когда человек уже больше не ребенок. А если церковь решила раньше, то значит, этому просто надо следовать, и это вполне нормально. У нас в Москве тоже они с детства ходили, потому что я считал, что тот, что мальчик приучится с детства, он будет держаться этого до конца своей жизни. Мальчик из верующей семьи, 9 лет, у него нет друга. Он очень переживает, можно ли за это молиться с ним. Конечно, можно. Надо молиться. Надо стараться его привести в среду верующих детей, чтобы он там кого-то себе нашел и за это молиться. Должен ли начинать любое дело с молитвы о нем? Будь то приобретение машины или дело по дому, например, приготовление пищи. Ну, я думаю, что за любое дело надо молиться. Если вы собираетесь приобрести машину, если мы что-то собираемся делать, мы делаем так. Я не знаю уже, как это делается при приготовлении на пищу. Если, скажем, мы помолились и сели в машину, то, может быть, не обязательно теперь думать, нет, я сидя в машине должен еще помолиться. Хотя мы молимся в машине. Но если по каким-то причинам мы сели в машину и не имели возможности помолиться, мы, конечно, в дороге помолимся. Но не так, что мы дома помолились, а переработка говорит, мы не помолились. Вот. Мы очень много по дороге молились. Мы сели, я сказал, мы будем молиться, мы будем всю дорогу молиться. Мы так всю дорогу практически и молились. Я думаю, что, подходя к кухне, если сестра помолилась утром, благослови меня во всем, то это не обязательно каждый раз обрядово молиться. Но все равно человек подойдет к плите и скажет, Господи, благослови. Так, вот тут сколько вопросов стало. Ничего, у вас время есть. Господи, помоги. В воскресной школе дети многие не приужины молиться. Как можно за два часа в неделю приучить детей помолиться? Например, если им лет 10 и более. Конечно, это печально, что дети не молятся в семьях. Может быть, не молятся они, если у них неверующие родители. Это я могу понять. Но я думаю, что детям нужно это объяснять. Первое, детям нужно объяснять. Я не знаю, сколько человек у вас в группе. Но я думаю, что им можно говорить, ты помолись, ты помолись, ты помолись. По два-три человека. Конечно, если ребенок никогда не молится, ему тяжело это сделать. Я бы посоветовал вам начать не с публичной молитвы, чего он очень стесняется, а я бы посоветовал вам с ним отдельно поработать, и чтобы немножечко с ним помолиться. С одним человеком, может быть, с двумя, с тремя. Расширяй этот круг потихоньку, если ему совершенно не идет. Ты помолись, мы за тебя помолимся. Если ребенок какую-то нужду высказывает, можно сказать, давай, вот ты помолишься, и мы за тебя помолимся. Вот, Ванечка, помолись за твою нужду. А теперь, Петя, помолись за него. А теперь, Катя, помолись за него. А теперь я как учительница закончу. То есть какие-то вот разные такие вот варианты искать. Пусть Бог вам даст мудрости. Наверняка я все не могу сказать. Если ребенок три года молится на молитве духом, не на русском языке, как узнать, действительно ли он крещен духом или нет, или подражает. Как реагировать. Ну, я думаю, это надо братьям показать, и надо понять это. Это должны определять на месте церковь. Я не могу так сказать, не видя этого. Все-таки это видно, есть ли это молитва, чем она сопровождается. Но это должны братья на месте решать. Надо аккуратно, мягко подвести ребенка к братьям, чтобы он не напугался, и братья это должны определить. Я не могу такой вот за глаза рецепт дать, но это церковь определяет, если вам это не ясно. Нужно ли молиться за отлученных, и как за них молиться? Видите, отлучение – это извержение человека из церкви и представление его Богу на суд. Отлучение – это не просто наказание, а так, как написано, не внутренних ли вы судите, внешних засудит Бог. Мы отлучаем человека от церкви, так как Бог нам это повелел, что в церковь есть общество святых, он получает наказание, но его нельзя отлучить от Бога. Это вопрос суда. Поэтому люди отлучаются от церкви, когда они совершили смертный грех. Смертный грех – это не тот произвольный грех, за который нет покаяния. Это не такой грех, который человек сделал сознательно. Смертный грех – это фактически те грехи, за которых в Израиле побивали камнями. А церковь за них отлучает. Эти грехи, они всегда показывают, что человек приступил к Слову, отпал от благодати, и в нем этот горький корень возник. Они перечислены в 5 главе 1 Коринфянам. Если вы их прочитаете, вы видите там убийство, пьянство, блуд, лихаимство, спекуляции. Это вещи, где человек должен был что-то переступить. Он фактически заживо умер, скажем так. Понимаете, да? В этом смысле, когда человек грешит грехом, не к смерти. Но я вижу, что он обманывает там где-то. Это грех, но грех не к смерти. Я молюсь, Господи, прости его, помоги. Такого человека, который сознательно сделал шаги от Бога, я не могу просить, помилуй его. Прости. Но я могу просить за этого человека, Господи, ты останови его на этих путях. Как говорит с Богом Авраам в случае о Содоме и Гаморе. Можно говорить, Господи, тех, кто от нас ушел, останови их на путях. Дай им покаяние. Но никогда мы не можем молиться за них. Господи, прости его. Потому что прежде, чем Бог будет давать ему прости, он должен что-то понять. Потому что иначе таких людей невозможно обновлять покаянием. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Поэтому эти вещи все равно в каких-то ситуациях, если у тебя очень сильное подвязание молиться за кого-то, ты должен обговориться с служителем. Потому что некоторые люди молятся не просто из добрых побуждений, а по чрезмерной человеческой душевной привязанности. Такая молитва может повредить. Но это можно поговорить с братьями, и молиться за то, чтобы отлученные вернулись, это вполне нормально. Если ребенку приснился сон про землетрясение, как дом рушится, и все умерли, теперь он всегда в молитве приносит, что Бог избавил, сохранил от землетрясения. Ему пять лет. Нужно ли дальше продолжить с ним об этом молиться или сказать, что Бог предупредил, что в последнее время будет трясти земля? Знаете, я думаю, если ребенку что-то приснилось, за это надо молиться. Даже бывает иногда, вот проснешься, и тебе какой-то сон непонятный приснился. Я всегда молюсь, Господи, если это просто так, ну, Господи, я отдаю тебе. Если в этом есть что-то... Знаете, бывает такой сон непонятный, от Бога не от Бога. Если за этим что-то есть, ты сохрани от этого. Конечно, здесь есть другая проблема, что если ребенок годами за это молится, то здесь нужно понять, что это его преследует страх. И в какой-то момент с ним надо какое-то время помолиться и приучить его отдать это Богу. Чтобы не было, чтобы он панически боялся на протяжении трёх, четырёх, пяти лет, он только молится, я боюсь землетрясений. Потому что это показывает не молитвенный характер его состояния, а это показывает, что он где-то не может найти утешение. В Господе. И его надо эту молитву где-то в другое русло перевести. Ему надо сказать, что надо всё-таки Богу доверять. Мы помолились, Бог нас слышит. Давай, может быть, помолимся теперь за других людей, которые переживают землетрясения. Чтобы их Бог сохранил. Увести от этой стороны. Повернуть куда-то и потихоньку эту вещь свернуть. Можно там, скажем, периодически, если что-то приходит, но давай мы будем молиться, чтобы Бог тебя от этого страха избавил. Христос сказал, волос головы вашей не пропадёт без воли отца. Ему мы должны доверять. Я увидела, что выйдя замуж в Господе, моя дочь и её муж почти оставили собрание и служение. Я стала молиться за них и с постами. И вот такой ответ. Они ушли в харизматическую церковь к ледяевцам. Я была в недоумении, сейчас не понимаю, как к этому относиться. Я понимаю, что надо молиться дальше. Это не ответ на молитву. Это искушение. Бог начал их тревожить, они не хотят идти. Они пошли в другую сторону. Такая вещь бывает, что мы начинаем молиться, а человек начинает вести себя хуже. Или пошёл в какую-то сторону. Это ещё не ответ на молитву. Это просто искушение на пути. И надо продолжать молиться дальше. Ни в коем случае не думать, что человек идёт в любое религиозное общество, он спасён. То, что нам приходилось видеть в служении Ледяева, это беда. У нас приехал один в Мольберген, один индийский миссионер, и он сказал следующее. Я вам скажу это. Подобно тому, как Самуил, Даниил, Илья, Елисей и другие пророки приготовляли путь Господу, такие служители, как Бонки, Кеннет Хейген, Беннихин и Ледяев, они готовят путь Антихристу. И это правда. Тайна беззакония в действии, об этом говорит Слово Божие. И это должно произойти в Церкви. Тайна беззакония – не проблема мира. Тайна беззакония – это проблема Церкви. И это мы должны понимать. Я не собираюсь сейчас кого-то судить, но мы должны понимать. Это не ответ на молитву, надо молиться дальше. Брат Ричард, очень хотелось бы, чтобы вы поделились опытом воспитания детей. Это слишком много сейчас. У меня есть какие-то кассеты. Вот у кого-то из братьев они здесь были, там можно посмотреть. Я сейчас эту тему не могу понять. Когда я говорю мужу своему по беседу с детьми помолись или что-то прочитаю из Библии, он мне говорит – ты сама. Я понимаю, что он сильно занят. У него много труда в Церкви. Есть ли еще и служитель. Как вы поступаете в таких случаях? Дайте совет. Я скажу так – делай сама. Я скажу – делай сама. И он войдет в это дело. Он войдет в это дело. Знаете, это всегда очень трудно. У меня был такой момент. Я пришел домой, усталый, смертельно. Они 10 на меня насели. А у меня голова болит. И я, значит, я их не могу оттолкнуть. Я понимаю, что они любят меня, хотят со мной общаться. Я сижу, тихо молюсь. Господи, помоги мне из этой ситуации выйти. Я хочу в постель. А Бог мне говорит – сын мой, ты хочешь в постель, а сейчас будет по-другому. Сейчас раздастся звонок, и кто-то придет с большой нуждой. Что ты сделаешь? Если сейчас раздастся звонок, и кто-то придет с нуждой, что ты сделаешь? А вы знаете, в России, не как в Германии он звонит, может тебе прийти. Он появляется в один час, говорит – брат, речи, у меня вопрос. Я говорю – господи, ну что я тогда сделаю? Я возьму их, отсажу, скажу – детки, извините. Видите, дядя, тетя пришла. Он мне говорит – сын мой, этот звонок уже прозвучал. Они сидят здесь. Я понял, что я буду потом спать. Это служителям надо знать, но, конечно, здесь есть всему предел. Я хочу сказать, сестры, особенно жены служителей, если это не служитель, вы должны это делать. Ведь иногда бывает очень тяжело прийти у Сталову и детей собрать для отца, понимаете? Собрать тяжело. Он бы и не против, а их надо собирать. То я скажу – вы это делайте. И когда они к этому приучатся, вашему мужу будет легко в это войти. Они приучены к этому. Вы приготовили ему почву. И ему будет тяжело, но он раз, два, три сядет, и он увидит, что у него получается. А вы – вы же его помощница, правда? Вы ему помогли. Вы не перехватили у него инициативу, а вы ему помогли. И Бог благословит и вас, и его. Потому что бывает трудно, если вы с детьми совсем не занимаетесь, он пришел, ему их еще надо за весь день собирать. А может быть, просто он чем-то занят. А может быть, это даже и небрежность. Но мне когда-то Господь сказал, вопрос воспитания детей – это вопрос каждого из родителей. Если не ты, то кто же? Я понял, что я могу просить мою жену помогать, но если какие-то у меня возникают проблемы, я должен вставать в пролом. И если я не умею, я должен учиться у Бога. Никто не сделает. Никогда нельзя сказать, моя жена должна это делать, она чаще с ними, или муж, потому что он глава. Это так и правда. И жена должна делать, потому что она с ними. И муж, потому что на мужа это в основе возложено. Отцы, воспитывайте ваших детей в учении и наставлении Господнем. Это возложено на отцов. И любой человек, который стоит поперек воспитания отца, написано, что по своей воле воспитывали нас, он противится Богу. Если отец слишком строгий, и мать стоит поперек, она грешит. Можешь отдельно с ним поговорить. Но это ему поручено. Но если он это не делает, вставай в пролом. И да благословит тебя Господь. А тему эту вести – это долго. Ну, это когда-то, может быть, и можно. Только когда. Господи, помоги. Почему? Почему иногда люди, непослушные в церкви, получают благодать? И они, получая благодать ради молитвы, утверждается, что Бог за них и не слушается дальше. Как это понять? Потому что у этих людей нет веры. Настоящей. Написано, что если ходим, говорим, что имеем общение с ним, а входим во тьме, то обманываем себя. Истины нет в нас. Вы знаете, иногда приходит ко мне человек и говорит, Бог меня оставил. У меня плохо. Я всегда говорю, Бог тебя не оставил. Я больше всего боюсь не христиан, которые в искушении, а тех, которые с ума уверенно идут вперед, но не находятся во свете. Понимаете, Бог дает благодать очень часто совершенно по другим причинам, совсем по другим причинам. Потому что Бог нас спасает. Есть люди, которые непослушные, а на самом деле Бог просто хочет их утвердить в доверии себе. Когда подходит время их старости, вдруг он начинает их судить. И вдруг за два года до смерти человек бах и на постели. И вот там все спасение пошло. А все остальное, это было только, Бог хотел, чтобы человек не ушел от него. Есть вещи искусительные. Вот я вам расскажу откровение, которое когда-то Виктор Клименко рассказал. Мне кажется, он потом свое мнение поменял, но я лично от него в конце 80-х годов слышал это откровение о его столкновении с харизматами. Он сказал тогда так. Он вот так сидел от меня ближе, чем сестры. И мы задали ему этот вопрос. Он сказал, я когда с этим столкнулся, для меня было это тоже неприемлемо. Я сказал Господу так, Господи, я человек неумный, но в меня это не вмещается. Что ты об этом скажешь? Теперь я говорю вам, что Бог ему сказал, с его слов. Господь сказал, это меня, но это заблуждение. Я послал его, чтобы проверить, как вы держитесь с словом. Поэтому там чудеса и радость. То есть есть вещи, которые чувственно искушают нас, но мы должны, как они не приняли любви истинной своего спасения, пошлет им действие заблуждения. Да будут осуждены все, возлюбившие неправду и неуверившие истине. Поэтому здесь могут быть разные вещи. Это может быть искушение. Это может быть предостережение. Я видел, как Бог очень сильно исполняет людей Духом на грани их отпадения. Я понимаю, Дух Святой предпринимает последнее, чтобы спасти. Иногда люди останавливаются. Иногда нет. Но если человек утверждается, ну это просто, он живет по плоти дальше. Христос придет, и люди скажут, неименем ли мы пророчествовали, многие чудеса творили. Я никогда не знал вас. Я никогда не знал вас. У нас никогда не было с вами близких отношений, делающих неправду. Поэтому за этих людей надо молиться, чтобы Бог их помог, им остановил. И никогда на такие вещи, как говорится, не клевать. Понятно, да? Так. Потихоньку меньше становится. Есть души, их немного, которые не приходят в молитве к широкому люкованию и большой радости, и больше утешения. Они говорят, что мало получают благодати. Плохо ее понимают в молитве. Но, однако, у них хорошие духовные плоды. Иногда лучше, чем у тех, кто получает большую радость и духовный подъем в молитве. Почему? Это тайна души, и Бог дает благодать каждому по мере дара. Это состояние души Бог знает. Бог знает, что человеку полезно. На самом деле, мы получаем крещение Духом Святым и познаем это, потому что мы заговорили на языках. Но то, что мы пребываем в Духе Святом, мы определяем это по плоду. Есть люди очень разные. Знаете, когда я пришел к Богу, то я видел, что люди веруют гораздо более эмоционально, чем я. И все меня обгоняют. Я в этот момент занял такую позицию, Господи, ну, наверное, я такой плохой, но я благодарю Тебя, что Ты меня все-таки любишь. И вот это надо жить. Вот этим надо жить. Я благодарю Тебя, что Ты меня любишь. А потом выяснилось так. Они начали входить в искушение, и все эти их эмоции обернулись наизнанку. Они так же эмоционально шумели, и в этот момент они стали завидовать. Мы завидуем Тебе, что Ты такой спокойный. А я был в состоянии им помогать. Это характер души человека. Здесь мы оценить не можем. Есть вещи, которые человек поймет позже. Если мы видим, что у человека есть плоды, и есть реальный результат жизни, это действительно лучше, чем бесконечные разговоры о том, как я чувствую благодать. Здесь надо благодарить Бога за то, что Он дает, и, как говорил Спёрджин, быть радым тем капелькам благодати, которые нам дают, возрастая в ней. Знаете, вот я довольно часто говорю, Бог мне сказал. Некоторые даже говорят, не говори так. Я не могу говорить так. Он мне сказал. Но был момент, когда я не знал, что Бог мне говорит. А сегодня я понимаю, что Он мне тогда говорил. И я тоже говорю, я ничего не чувствую. Поэтому это вопрос пути. С ними молились... А, тут дальше. С ними молились многие служители с сердцем, в сердце, с ними молились многие служители, в сердце чистоты не нашли. Но их молитва не стала более сильной. Вы встречались с такими душами, стоит их побожьяно возбуждать к росту молитвы, пока они не будут, пока они не будут больше радости, как у многих. Конечно, их надо поддерживать. Но это продолжение, тут просто стоит один-два. Да, я виноват. Их надо поддерживать в этом. Конечно, если там есть духовные проблемы, их надо исправлять. Если их нет, их надо поддерживать. Их надо утешать. Их надо побуждать к молитве. Я уже вам рассказывал, что молитва благословенная может быть довольно трудная, как было у меня вот в этом кладно. Их надо к этому побуждать. И они должны все-таки... Помните, как написано Колоссянам, что вы приняли благодать Божью в истине? Они должны вот этих истин, Божьих откровений держаться и духовно расти. Бог все дополнит, что им не хватает. Что мешает вести жизнь поста? Скажите о посте. Хочу, но не получается. Хочу, но не пойму, что мешает. Но я думаю, что по большей части посту мешает наша плоть. Что нам это трудно. Понимаете? Что нам трудно не есть. Появляется чувство голода. Пост – это не подвиг. Пост – это не заслуга. Пост – это смирение. Это смирение. Помните, когда на корабле они с Павлом попали в бурю, они 14 дней не ели. Все желание пропало. Ребенок больной, маму не заставишь кушать. А здесь – это смирение веры. В нем надо упражняться. Здесь в нем надо упражняться. Конечно, человек, который берет больше одного или двух дней поста, он должен ставить служителей в известность. Потому что за этим может пойти очень серьезное искушение, которое вы не ожидаете. Есть вещи, когда человек не может поститься, если он болен. Вот я могу поститься, несмотря на сахарный диабет. У меня не поднимается сахар, когда я ничего не ем в момент поста. Но есть люди, которые не могут поститься. У них сахар сразу подскакивает и делает, что хочет. Или наоборот, он падает. Но тогда надо молиться уже без поста. Эти вещи надо тоже выяснить. Могут быть вещи, когда человек в чем-то грешит, что-то не то. Это тоже может мешать посту. Вот если этого ничего нет, то просто человек не может справиться с плотью обычно. Я опять не в осуждении это говорю, но как факт. Или, значит, он не приучен трудиться, потому что пост, он требует труда. Наверное, одна из важных вещей просто для себя сказать, что если я один день не поем, я не умру, несмотря на голод. Это не так. Голод же, он фактически сигналит беда. А никакой беды нет. Никто не умрет, день не поест. Надо в этом прибыть в борьбе. Но если эти проблемы существуют, о них надо поговорить со служителями, провести специальный такой душепопечительский разговор и постараться понять, в чем дело. Это я не могу так отвлеченно на все случаи сказать. Если можно, какие именно вещи служения Бонке ставит его в один ряд с Ледяевым Хейгеном? Я скажу, я написал целый цикл статей. Собственно, это было немножко не так. Приехал Николай Усач в Германию с Новороком. Говорит, Ричард, я хочу у тебя интервью взять. Расскажи мне про свое отношение к харизматии. Он написал это все на такой же магнитофончик. И прислал мне. Я посмотрел, так нельзя печатать. Я говорю, дай я его переработаю. Он вырос в два раза и вышла такая статья, когда Бога ставят на второе место. Они, украинцы, даже эту книжку выдали отдельно, издали книжкой, когда Бога ставят на второе место. И там это все подробно описывается. Это длинный разговор. Я хочу сказать, это именно в одно служение ставит вот это вот, вот эти вот вещи, что Бога ставят на второе место, что на место библейского служения приходит служение успеха, что характерно для Бонки, что святость отодвигается на второе место, что святость, а успех ставится на первое место. Там есть целый ряд искажений слова. Мне один брат с Югой Германии спросил, может ли на евангелизации использовать проповеди Бонки. Я говорю, ты бы не пришли, что ты хочешь. Он мне пришлал на кассетах и на сиди. Я прослушал, звоню ему и говорю, слушай, Виктор, вот у меня к тебе вопрос. Вот он так объясняет Писание, что ты скажешь? Плохо. Так, плохо. Он передергивает под свои идеи слово. Ну, я ему этих 6 или 8 сиди, которые он мне дал, прокомментировал. Я говорю, и что будет, если люди это проглотят? Ты их евангелизируешь, они с этими проблемами придут, и ты эти проблемы увидишь. Он говорит, уже вижу. Я говорю, тогда выкини их из своей евангелизационной практики, возьми лучше старых немецких проповедников. Ему было именно на немецком нужно. Возьми старых немецких проповедников, серьезных, которые есть, или возьми что-нибудь из тех, что наши говорят, хотя это не самый лучший немецкий язык, для местных он плохо подходит. Они чувствуют наш российский или сибирский диалект. Вполне это чувствуется. То ты возьми что-то и это делай. У них есть целый ряд. Но кроме того, там эти все танцы, хлопки и все прочее, все прочее, такое вот размазанное, легкое, легковесное, оно и сближает и в вопросах богословия, и в вопросах несвятой практики. В 1-й, в Коринфорнинсу 4-й написано, «Потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолковании, о чем говорит Павел. Почему в церкви больше проявления пророчества, почти нет истолкования?» «Как ответить члену церкви баптистов, который говорит, почему вы молитесь слух и на языках, основываясь на 1-й Коринфянам 14-16-23, где говорится, как поймет тебя простолюдью и не скажет ли вы, что вы беснуетесь?» Значит, первое. Здесь есть одна очень тонкая вещь, которую не все понимают. Это слово относится, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолковании, не ко всем, кто это стоит, кто крещен Духом. Видите, здесь все очень сильно в словах. Мы понимаем, что само крещение Духом Святым – это дар. Да? Это дар. Как и спасение – дар. Но дар спасения и дар крещения Духом – это разные вещи, правда? И есть дар и дары. Хотя в Духе Святом есть все дары. Но он разделяет каждому, как ему угодно. Чем отличается то, когда человек крещен Духом Святым? И так слово говорит, «Не уповядьтесь вином, но исполняйтесь Духом». Это повеление для всех нас, так же, как повеление уйти от распутства и алкоголя. Но это дано нам, как залог нашего спасения, как запечатление того, что мы спасенные. И печать Божья, которая говорит о том, что мы его собственность, является не какая-то вещь, но присутствие его Духа в нас. Бог запечатлевает Духом Спасенных. Да? Понятно. Это дар. Но те дары, о которых говорится в 12 главе, это другое. Это то, что распределяет Дух как какое-то свое сверхъестественное проявление, откровение или сияние, которые даны на пользу другим. Да? Написано, молящийся на иных языках говорит тайны, никто не понимает. Его это не дар в смысле даров духовных. Это дар в смысле Духа Святого, данного нам. Потому что дар, он на пользу. Пророчество на пользу, исцеление на пользу. А здесь никто не понимает его. Это дано нам для назидания. Да? А в день Пятидесятницы они слышали, как они говорят. Вот это им на пользу. Понимаете? Это им на пользу. Дары даны на пользу другим. А крещение Духом это дар, который проявляет себя в иных языках, потому что свидетельство Иисусова есть Дух пророчества. И любой человек, молящийся на иных языках, он же не говорит, что он хочет. Я могу громко говорить, тихо, но я не могу произнести. Я даю, что Дух давал провещевать. Поэтому, когда говорится о даре и говорении на иных языках, это использование человека на иных языках для других людей. Понимаете? Для других людей. Одного брата положили в больницу в психиатрическую. Прежде чем судить, отправили в институт судебно-медицинской экспертизы имени Сербского. Это был такой Кагабийский психиатрический институт. Он, наверное, и сейчас есть. И вот он рассказывает. Я просыпаюсь, меня трясет нянечка вовсю. Иван Михайлович, ты чего, что с тобой случилось? Я слышу, как я, исполненный духом, говорю на иных языках. Ничего не понимаю. Ой, ну, наконец-то, ты пришел в себя. А я думал, ты совсем уже ненормальный. И, говорит, последнее, что я слышал, когда вот я уже просыпаюсь, я слышу слова по-русски. Так говорит Господь. Аминь. Ну, он встал. Идут они кушать. Подсаживается к нему человек. Там не только верующих держали. Там держали всех этих диссидентов. То сахаровских. Он говорит, Иван Михайлович, ты какие языки знаешь? Да ты что, какие языки? У меня два класса образования. Вот ты, когда там что-то говорил непонятное, что нянечка тебе трясла, ты говорил на четырех языках, которых я знаю. Я все их не помню. Я помню два. Один был немецкий, второй был чувашский. И ты говорил о Боге. И я все понял. Это никто не понимает его. А это человеку было сказано. Вот это дар. Его трудно различить, понимаете? Вот если я сейчас начну говорить по-немецки, но если кто-то из вас понимает, он поймет, о чем идет речь. А для других это будет непонятно. Для других это будет непонятно. Может быть, я молюсь за вас. Может быть, я вас проповедую. А может быть, я вас злословлю. У нас был такой случай. Он учился, этот брат, в Киргизии. А он зам из Эфиопии. Черный. И в Германии. Он садится в поезд, а рядом садятся две неверующих русских девушки. Им бы в голову не пришло, что он знает русский язык. А они давай ему косточки перемывать. Сидят и о нем разговаривают. И еще дразнят друг друга. Ты сидишь с таким представителем замечательным африканского племени. Посмотри, какие у него ушки и то, и то. А он говорит, я сижу, сижу. Мне надоело, что они грешат. Я говорю, девушки, вам действительно очень повезло. У них на лице менялись все краски от темно-бордового до серого-зеленого. И он начал им свидетельствовать. Вы поняли меня, куда я говорю? Но если бы этот человек не понимал русского языка, он бы думал, что эти две девчонки разговаривают между собой. То когда человек говорит на иных языках, мы не всегда можем это отследить. Но есть момент, когда это дар. Буду молиться духом, буду молиться умом. Ибо если буду молиться только духом, как стоящий на месте простолюбия нас скажет «Аминь». Значит, в церкви можно молиться духом, сочетая это с молитвой умом. Чтобы люди, скажем, как баптисты, они могли при этом присутствовать, при этом участвовать. Понятно, да? А кто имеет дар, скажем так, публичного выступления, он должен молиться с даром истолкования. То есть, если я сейчас встану и буду полчаса говорить на иных языках, то подойдет Алексей Игнатьевич и тихонечко меня подергает. И не будет ждать полчаса. Но был такой случай. В группу Говорушки приехали люди из немецкой общины, из-под Скопина. Это туда, в сторону Орла. Здесь такой городок. Они немцы. Бог исполняет духом брата, и он начинает на немецком языке говорить. Они все понимают. А весь народ ничего не понимает. Они же простые были тогда люди. Они не понимают. Он говорит на немецком языке. Но они это воспринимали. Второй исполняется духом, встает с ним и начинает говорить это же самое на русском. Вы представляете, какой эффект? Эти лютеране или баптисты сказали с вами точно Бог. Склонили колени и получили в тот раз или позже крещение духом. Мы много позже были у этих людей в Скопине. Я был тогда вообще только недавно крещеный человек. Меня брат Миша Шохов туда возил. Понимаете, говорящие на иных языках молись о Дарии истолковании. То вопрос именно в том, что если человек имеет такое дарование, Бог его где-то использует, и он в этом видит, он должен об этом молиться. Он должен об этом молиться. Я думаю, я ответил и на вопрос, на третий вопрос сразу о баптистах. То мы не можем делать публичные выступления на иных языках без Дара истолкования, но в своей среде мы можем молиться. Только все должно быть чинно и благопристойно. Но большее проявление пророчества это мне трудно сказать. Написано, достигайте любви, ревнуйте о дарах больших. Хотя я скажу, мы должны быть благодарны Богу за то, что есть. Я слушал какие-то пророчества, которые были. Я слушал то, что ко мне, я слушал что-то другое. Я скажу, слава Богу. У нас есть откровения, мы ставим только тайные нужды, почти в основном. Я скажу, слава Богу. Просили люди из Киргизии, из Израиля оставить нужды. Написано прежде всего о пророчестве. Прежде всего. Это, так сказать, поскольку свидетельство Иисуса есть дух пророчества, дух святой, то прежде всего об этом. Я думаю, что нам никогда не следует разбиваться и говорить, что-то не в порядке, потому что у нас не все есть. Бог ищет в себе поклонников, которые поклонялись бы ему в Духе истине. Иискание чего-то больше всегда должно быть связано с благодарностью Богу за то, что есть. На ропоте, на недовольстве, на сомнениях ничего не построишь. Но слова, которые говорят, ревнуйте, достигайте любви, ревнуйте в дарах больших, они для вас остаются. Пусть Бог в этом благословит. Не как вопрос. В нем не да и нет, а в нем да и аминь. Все, давайте поможем.